Привет, меня зовут Даша, и тема сегодняшнего моего видео — это книги, которые наиболее часто я перечитываю. Начну я сначала с многосерийных таких книг, а потом постепенно скачусь на обычные. Итак, первая книга, которую я хочу показать, это, конечно, книги о мальчике, который вырежу. Семи книжья о Гарри Поттере. Есть бесконечное количество причин, по которых я очень люблю, это семи книжья. Но об этом можно говорить вечно, а у меня и так много книг, которые я хочу тебе показать, и поэтому я назову три основные причины. Первая причина — это настоящая дружба, преданная, самопожертвование, когда один за другого готов, ну, просто жизнь отдать, не задумываясь совершенно. Вторая — это очень много жизненных уроков нам преподает Роулинг, и третья — гений Дамблдор. Я его обожаю. Характер, менталитет, ум, ну, более всего, я ценю в нем юмор и манеру речи. Следующие книги, которые я хочу тебе показать, это произведения Семеновой «Волкодав». Это пять книг у нее. Я как-то уже имела честь рассказывать о Волкодаве, поэтому повторяться не буду, оставлю ссылку. Последние многосерийные книги, которые я хочу тебе показать, это «Сумерки». Ну, вот так, наверное, надо сделать. Или нет, или наоборот. А, да, вот. Автор Стефани Майер. Особенно мне нравится первая часть. Дело в том, что в последний раз я любила человека. Вот не просто влюбленность была, там, или страсть, или просто симпатия. Вот именно я любила человека. Много лет тому назад, я уже не помню вообще, как это вообще, какие эмоции при этом, как ты себя ведешь при этом. Но когда я читала первую книгу, вот пока я ее читала, вот какая жалость, что я читаю быстро. Я переживала эмоции, вела себя, ну, не дать нельзя, влюбленная дурочка. И эта книга, она не только на меня такой эффект производит. По моей большой рекомендации, она девушка тоже почитала эту книгу. Но как она уже была влюблена, книга на нее возымела другой эффект. Она превратилась в Белла. У нее, ты знаешь, такой взрывоопасный характер, такой испанский характер. Или он взрывоопасный у итальянок, я не помню. В общем, у нее совершенно взрывоопасный характер. Это просто опасно спичку подносить к ней. Но вот пока я читала эту книгу, она стала совершенно уравновешенной, спокойной, как танк. Она стала совершенно пофигистичной. Так что первая часть «Сумерек» не только на меня производит шоуэффект. Хороши все, но самые любимые книги из всей саги – это первая и пятая у меня. Четвертая и третья. Ну, не вторая, нет, не вторая. Там слишком мало Эдварда. Да, ну, книги «Гетти» я люблю не за ощущения, которые мне дает первая часть «Сумерек», а просто потому, что это интересное, увлекательное, чтиво. И ты не просто читаешь книгу, ты в ней полужаешься. И да, Стефани Майер рулит. Палец вверх. Так, ну, с сериальными книгами мы закончили. Переходим к обычным. И я хочу вернуться немножко к Семеновой «Кубик из красной пластмассы». Это сборник ее стихов, и я его обожаю, и многие стихи знаю наизусть. Конечно, не обойдется без моего любимого графика. Я очень люблю у него «Мальчика со шпагой». Эта книга «Нихил» учит людей не просто заступаться за других людей, но и то, как это делать правильно. Советую всем подросткам. Да и взрослым не помешает, я думаю, хотя уже становление характера. «Журавленок и молнии» тоже книга не бесполезная. Она говорит читателям, дает урок читателям, что когда у взрослых достаточно слабое понятие о чести, на детях, подростках, это очень плохо переживают, им тяжко, и у них происходят определенные события в жизни, в которых виноваты сами взрослые. А ремнем по одному месту достается детям. Может быть, наоборот стоит сделать? «Синий город на Садовой». Это история, ни дать нельзя, о ребятах, которые встретились, познакомились, подружились и создали ни много ни мало о свою ребячью маленькую, маленькую киностудию под названием «Табулет». И последняя книга «Крапивина», которую я хочу тебе показать, это сама книга выглядит вот так, название «Лотсман», но по повести, о которой я веду речь, она называется «Белый шарик матроса Вильсона». Это несмотря на то, что повесть достаточно такая жизненная, обычная, бытовая, все-таки есть здесь один персонаж, достаточно фантастичный. Но он очень органично вписывается в обыденность. Это не дать нельзя звезда, то есть «Белый шарик». Это не теннисный шарик, нет. Этот шар – это звезда, белая звезда. И эта звезда выходит на резонанс, на связь с земным мальчиком. Очень интересное повествование про настоящую мальчишечку, мальчишечью дружбу. Так что очень рекомендую даже тем, кто следует РВК, даже тем, кто развешивает руки на книге, говорит «Фэ, да я не читаю фэнтези, фантастику». Вообще всё же, что начинается на букву «Фэ». Нет, я не читаю, что это фантастика. Это просто такой сказочный ход слегка. И повторюсь, повесть, в принципе, выглядит достаточно обычной, бытовой, жизненной. Без всяких звёзд. Которую хочу показать. Не смотри на название. Оно мне совершенно не нравится. И я не понимаю, почему наши перевели эту книгу так. На самом деле, она называется «Там, где кончается радуга». Это роман о людях, которые, тесно общаясь очень много лет, тупо не понимают, что они тут только любят. Роман в письмах. Многие этого не понимают. Так что книга на любителях. Хотя, мне странно, как можно не любить эту книгу. Ну, сколько людей, столько менее. Это Сиселя Архина, автор «Моя любимца». Книги, которые я хочу показать, это они обе из серии «Женщины-легенда». Одна речь идёт о Феодоре. Феодора, она была заменой кортизанкой, которая вышла из князи до князя. В прямом смысле. Но, чтобы выйти в князи, она поделала достаточно такой тернистый путь. Но, в результате, она стала женой императора римского Юстиниана. Причём, когда она стала его женой, он ещё не был императором. И прославила себя в истории. Да, шикарная книга, я её очень люблю. Прелесть. Написал Феодору Пол Уэллман. Так, и «Нефертити» я тебе показывала уже много-много раз. Книга. Приложит в Перу писательница Николь Видель. Как понятно, под названием она рассказывает о Нефертити. Ну, также она рассказывает и об Аменхотепе IV, её супруге, который больше известен миру, как Эхнатон, фараон, еретик. Независимо то, что книга описывает и исторически известные факты о жизни как Нефертити, так и Эхнатона. Но всё-таки акцент делается именно на какой-то внутренней их жизни. То есть показывает и характер, и менталитет, ум, увлечение, любовь, как всё у них там начиналось, развивалось и заканчивалось. Больше именно женский роман, нежели художественное повествование, признанное рассказать о каких-либо исторических событиях. Но, тем не менее, книга потрясающая, я очень её люблю. Всё, мы заканчиваем, мы на финише. Я хочу показать тебе две книги про Стивена Кинга. Кстати, ты замечала, что если фамилию Кинг переставить буквы, то получится слово «книги». А если слагать Кинга, не просто Кинг, а Кинга, то получается «книга». Правда, я умная? Очень. Так, такие вот две книги. «Мизери». Очень часто её перечитываю, потому что это единственная в мире вещь. Именно вот книга. Единственная в мире вещь. А моя мама следовала по особо важным делам. Я видела фотографии трупов, которые меня действительно способны напугать и держать в напряжении потрясающем на протяжении всего сюжета. Кто не читал, тот зря так сделал. Вернее, зря так не сделал. Ну, вообще, неважно. И вторая книга. «Роза Морена». Книга, действительно, на любителя. Потому что, на самом деле, я больше не знаю никого, кто остался бы, которому понравилась эта книга. Чему она мне нравится? Несмотря на сюжет, то есть здесь, извините меня, женщину избивают муж каждодневно, прям до абортов дела доходило, до сломанных любер, и до всяких прочих ужасов. Несмотря на то, что появление чудовища в книге, эта вещь меня очень сильно успокаивает. Ты не поверишь. Я когда в депрессии или в гневе, или у меня какая-то тяжелая пора, я читаю «Розу Морену». Она меня как-то умиротворяет. Я даже когда спокойная, нормальная, у меня все хорошо. Я все равно читаю «Розу Морену», потому что она несет мир в мое сердце. Да, я очень странная. Ладно. Пора заканчивать видео, заховыряться. Я желаю, чтобы ты любила перечитывать, потому что при перечитывании ты вновь и вновь открываешь для себя что-то новое. В книгах неизменно. Да, на этом все. Пока.